Итак, видите, есть женская божественная природа. Женщина рождается уже со своими особенностями характера. Но все равно при этом это не значит, что ей легко. Как мужчина говорит, ты женщина же, ну уберись. Не факт, что это легко. Давайте с этим будем разбираться. Вот смотрите, почему женщины часто бегут от личной жизни на работу. Вот, допустим, почему женщине легче устроиться на работу, чем замуж выйти. Хотя, по сути, если так поразмышлять, лучше уж замуж выйти и не работать. Потому что опция такая всегда есть для женщин. Но почему женщине легче все-таки на работу пойти, а не замуж выйти. Правильно, да. Да, интереснее на работе, чем с мужиком. Вот. Вот молодец, правильно. Вот смотрите, почему мужику легче сидеть дома, а не работать. Вот ему легче, вот, ему говорят, тебе надо на работу, это твой долг вообще, ты мужчина же. Он говорит, ну да, но что-то я не могу найти себе работу. Вот, вот почему, потому что это же трудно, найти себе работу мужчине. Почему, потому что там находится его судьба. А в судьбу идти очень трудно человеку. Трудно в судьбу идти. Точно так же судьба женщины находится в семейной жизни, а не на работе. И ей туда очень трудно идти. Хоть она и соткана из этого, из доброты, и ласки, нежности, верности, она соткана из этого, женщина. Но если включаться в это, это очень сильно энергозатратно. То есть это надо все свои силы отдавать. Женщина на работе отдыхает, она там наслаждается, развлекается на работе. А мужчина отдыхает где? Дома пришел. Все. А женщина, да, на диване. Женщина дома не отдыхает. Она домой пришла, начала работать дома. Не ворчите. Сейчас стыдно будет в конце лекции. Итак, мои хорошие, понимаете, если вы не свои обязанности выполняете, вините сами себя. Женщина не обязана упахиваться вообще. Если она упахивается, то есть только одна причина. Сильно большое желание денег. Она может просто принять судьбу мужа и жить на то, что муж зарабатывает. Нет проблем. Она не хочет это принимать. Или муж требует, допустим. Но это другой вопрос. То есть есть причины, по которым женщины все-таки идут и работают. Так? Но что они от этого приобретают? Вот в чем вопрос. Если эта работа для них просто развлечение, тогда они приобретают отдых, отдыхают на работе. Как они и хотели. А если они выживают на работе, то почему? Есть только одна причина. Потому что нет мужа. А почему нет мужа? Потому что она не вкладывалась в личную жизнь. Не выполняла свои обязанности женские. Есть женские обязанности. Когда женщина выполняет женские обязанности, она становится как женщина сильной, красивой, и она не вкладывается на работе. Ну и что тогда, нормально? Тогда есть родители, они это понимают, помогают, заботятся обычно. То есть все в этом мире предусмотрено. Если девушка молодая, родители заботятся. Когда она взрослой становится, муж будет заботиться. Когда старикой становится, дети будут заботиться. А женщины всегда будут заботиться, потому что она рождена для счастья, комфорта, покоя, нежности, любви, отношений. Вы знаете, что в обществе есть женские обязанности, которые вообще никто не выполнит. В обществе прямо есть, в социуме. Допустим, воспитывать детей – это работа или не работа? Обучать детей. Нет, вы ошибаетесь. В социуме лучший самый вариант, если обучают детей не как на работе, а как на служении. И государство за это дает свою помощь тому, кто служит. Понимаете, есть много видов служения. Заботиться о стариках, о детях, заботиться о природе, о дворе, заботиться о том, чтобы отношения между всеми были хорошие, примерять людей и так далее, и так далее. Есть столько женских дел в обществе. И когда женские дела делают женщины, общество становится красивым, процветающим, нежным, и все становится очень приятно жить в таком месте. Понимаете? Но если общество не понимает, что женщина не должна работать, а должна служить обществу, заботиться о нем, тогда женщины начинают работать уже. И так как нет понимания еще где и как работать, женщины начинают работать в тех сферах, где вообще женщине делать нечего. Понимаете, есть женская сфера деятельности. Даже просто на телефончике сидеть, алло, да, я вас слушаю. Это женская сфера деятельности. Но если она пошла танкистом, то это уже не женская. Или она боксирует, боксом занимается. Зачем? Это не женская природа. Зачем ты в женском теле родилась, чтобы боксом заниматься? Ну, родись в мужском. Боксом мужском надо заниматься. По морде дали он вообще не чувствует. Женщине очень обидно, когда ее бьют. Мужчине нет. По морде дали он такой, Он только разогрелся. Ему дали он как бы только разогрелся от этого. У него мужское рождение, мужское тело, оно нечувствительное к боли. Мужчин даже не чувствует, что его ударили часто. А женщина не может не чувствовать, что его ударили. Она испытывает очень сильную обиду от этого. Поэтому есть женские обязанности, женская деятельность, женская жизнь. И женщина должна выбрать женскую жизнь для начала. Теперь вы скажете, как выбрать, если я уже работаю, у меня устаю, замуж не могу выйти. То есть для этого надо понять вообще принцип жизни. Как устроена психика женщины? Она как река. Куда направила свои мысли, туда и потекла. И поэтому перенаправить свои мысли очень трудно. Допустим, я теку в сторону работы. И поэтому, допустим, девушка меня спросит, Олег Геннадьевич, я понимаю, что надо замуж выйти. Но вы мне скажите, где мне работать? Я говорю, вам надо поменьше об этом думать, думайте о замужестве. Она говорит, ну я понимаю, что надо думать, но где мне работать? Ну скажите, я хочу найти работу себе. Я говорю, пока вы так будете думать, вы не сможете выйти замуж. Она говорит, ну почему я не смогу? Я хочу работать. Понимаете? Я замуж тоже хочу, но хочу работать. То есть, понимаете, куда психика женщины течет, то и будет. Она, если хочет работать, значит, будет работать. Если решила замуж, значит, она тоже будет работать, но туда она не будет вкладываться своим сознанием. Потому что женщина, это такое существо, куда она вкладывается, такой она становится. Если она вкладывается за мужество, она становится привлекательной, женщиной вкладывается в работу, она становится бизнес-леди. Ну то есть она трансформируется, женщина, в зависимости от того, куда она вкладывается. Она такой становится. Она вкладывается в детей, она становится матерью уже, на нее как на любимую не смотрит, как на мать смотрит, уважает. То есть она меняется очень сильно в зависимости от того, куда она вкладывается. Женщина, женское сознание сильно трансформируется, потому что она соткана из этих энергий. То есть, смотрите, мужская жизнь, мужчина, он соткан из поступков, а женщина соткана из влияния на поступки. Вот мужчина должен поступать, а женщина, когда сама поступает, ей очень неприятно. Вот если она повлияла на что-то, ей приятно. Она соткана из влияния, допустим, женщине не хочется самой признаваться, что она любит. Она просто сделает так, чтобы он сам признался. То есть, это означает влияние, то есть, она соткана из влияния. Женская энергия очень сильно контролирует этот мир. Женщина может проклясть или благословить. Она влияет на всё. Женская энергия на всё влияет. Она очень могущественная в этом мире. Но если женщина начинает сама поступки совершать, а не влиять на всё, то она теряет себя. Она становится несчастной. Ну, допустим, приведу пример. Девушке надо, как и парню, вставать рано, для того, чтобы быть счастливой. Есть два варианта. Себя заставить встать. Один вариант. И потом весь день ходить, думать, что ты... Мне не нравится так жить. Что я себя заставил? И второй вариант. Созвониться со своей подружкой, сказать, давай завтра она встань. Давай. И ты уже не заставляешь себя, а просто встаёшь, потому что, ну, неудобно же не вставать. Мы договорились. Вот и встаёт рано утром. Легко. И потом не винит себя, думает, как здорово, что мы с ней договорились пораньше встать. Теперь мужчина, допустим, рано утром, он вечером говорит, слушай, давай завтра пораньше встанем. Лекцию заслушаешь, нормально. Он говорит, ну, давай встанем. На следующее утро ты встал? Нет, и я не встал. Ну, ладно. Вот. Почему? Потому что мужчина, он не может договариваться, давай встанем пораньше. И ему по барабану, ну, не встал, а не встал. Чего это такого? Вот. Мужчина, он мотивируется своей сильной собственной волей. Он решил, я решил встать. И он говорит, я завтра встаю рано. Ты понял? Свою подругу. А ты встаёшь, тут посмотрим. И тоже встаёт рано. Я встал, а ты встал. Да. А я встал раньше. Понял? Да? Молодец. Ну, то есть, понимаете, мужчины, они мотивируются победой только. Ему надо победить. Он не может подчиняться. Он говорит, ты завтра встанешь? Завтра вставай рано. Он такой, да что я тебе подчиняю, что ли? Вот. А если, допустим, я встану, а ты встанешь? Посмотрим. И встаёт ещё раньше. Ну, то есть, мужчина мотивируется собственной победой. Но женщина, когда сама себя ломает, она потом всю жизнь от этого страдает только. Они радуются. Ей нужно вдохновляться, а не ломать себя. Вдохновляется она вместе с женщиной, потому что у женщин коллективный разум. Совместный. А у мужчин индивидуальный. Поэтому женщины как должны гулять? Да, группами чем больше девушек, тем лучше. И все должны улыбаться совместно. Поэтому они хороводы водили в древней культуре. Все улыбались вместе, друг за другом держались. А мужчины по одному. Выйду на улицу, гляну на село, Девки гуляют, и мне весело. Девки гуляют, то есть много. Не одна девка, а девки гуляют. А мужики по одному. И когда мужик один, то много девок, ему мозги точно свернут. А одна может не факт. Одна стесняется, а вместе они улыбают, смотрят, ну ничего. Потому что когда у женщины, у них коллективный разум, они сильнее. Они смеются над ним. Ха-ха-ха-ха. Он такой. Или, допустим, девочка в песочнице играет с мальчиком. Мальчик раз ее обидел. Что она будет с ним воевать? Нет. Она идет жаловаться. Почему? Потому что у нее коллективный разум. Она привлекает сразу компанию, для того, чтобы с ним разобраться. И он сразу оттуда сматывается. Почему? Потому что у нее же нет компании. На никакие мальчики не будут обращать внимания. Они никто его не защитят. А девочку все защищают сразу. Потому что у нее коллективный разум. Итак, девочка должна быть девочкой. Понимаете? Ей так легче жить. Мальчик мальчиком. Женщина должна стремиться замуж. Если она не стремится замуж, она не может развивать в себе хороший характер. Для того, чтобы в женщине развивать в себе характер, ее психика сначала должна успокоиться. Женская психика может успокоиться только тогда, когда она живет в атмосфере любви. Любовь означает много добрых отношений. Не обязательно женщина замужем. Не обязательно замужем. Она должна очень много людей заботиться обо всех, любить. И тогда она очень комфортно себя чувствует. Устойчивая психика должна быть устойчивой. Она не должна думать, я ничего не могу удержаться на одной работе. Поработала, надоела, ушла. Поработала, надоела, ушла. Почему? Потому что ты не имеешь устойчивого сознания. Есть два варианта у женщины иметь устойчивое сознание. Первый вариант. Она выходит замуж и сразу успокаивается. Так работает психика у женщины. Вышла замуж и успокоилась. И тогда она уже на одной работе удержится, потому что эта работа для нее не смысл жизни, а просто отдых. Но если она идет на работу и не замужем, то для нее работа это не отдых, а смысл жизни. И она вкладывается туда в отношения. То есть женщина не может деловые отношения строить, если у нее нет близких. Она там на работе начинает близкие отношения строить. И в результате обижается на всех, потому что на работе деловые отношения, они близкие между людьми. Она не там просто решила семью создавать. На работу она пришла, она поработала и пошла домой. Она на работе думает о чем? О доме. И со всеми общается как? Не сильно включаясь в это. Она все выполняет, все классно, всем нравится. Но она при этом не парится. Если ей говорят, останься, пожалуйста, поработай побольше. Если она одна, она боится, что ее выгонят, и она остается. А если она замужем, ничего не боится. Она думает, это мужа проблема, если меня выгонят, что я должна бояться. Пусть он больше работает. И она говорит, ну выгоните это, не выгоните. Я все равно домой пойду, у меня там маленький ребенок, и все. И он думает, не буду выгонять, ладно. А эту оставлю на побольше работать. Потому что у нее нет маленького ребенка, она одна, и она боится. Потом женщина обижается, что ее оставляют, а эту не оставляют. Потому что у женщин коллективное мышление. Если одной женщине что-то сделать по блажку, то все остальные тоже хотят. Допустим, ко мне девушки подошли, допустим, и я какой-то дал цветочек, и все сразу обиделись. А цветочек всего один был. Потому что коллективное сознание. То есть они не могут так, чтобы одной дали, а всем остальным не дали. Итак, мы начинаем с самого начала. Вы говорите, как не воспитывать свой характер. Запомните, если вы не попали в свою среду, характер воспитывать невозможно. Женщина должна сначала успокоиться. Психика женщины очень подвижна. Курица бегает, да? Но когда курочка, она снесла яичко, она... КО-КО-КО. Вы заметили, допустим, петух вообще не бегает. Он стоит, стоит, он только вдохновляется и побеждает. То есть он стоит, стоит, смотрит. Если видеть что-то не так, курицы совсем забегались, начали совсем суетиться, он такой, все раз остановились. Смотрит, что такое. Видели курятник, видели? Они такие раз, все прижухли. Смотрим, он такой, начальник. Это птица, они ничего не соображают вообще. Так действует природа. Мужское начало, женское начало. Женское начало очень подвижное, оно постоянно прибирается, там двигается, то делает, все, постоянно движение. Сознание туда-сюда двигается постоянно у женщины. Но если она замужем, то у нее психика внутри устойчивая, стабильно очень. Или если женщина очень сильно заботится о людях, у ней тоже психика устойчивая. И по факту даже замуж женщина не может выйти, если она не начала заботиться близко о людях. Если она одинокая, подружек нет, никого нет, ни о ком не заботится, она никогда не выйдет замуж. Это невозможно просто. Потому что она непривлекательная такая женщина. Поэтому сначала женщина должна стать не одинокой в обществе, а потом только замуж выходит. Теперь мы говорим доброта, простота, нежность, красота. Все качества человека развиваются только благодаря служению. Некоторые женщины думают, надо, я хочу быть доброй, я хочу быть доброй. Сейчас буду по-доброму говорить. Здравствуйте. То есть это игра в человека, да? Игра. Я играю в доброго человека. Да, я решил быть добрым человеком, играю в доброго человека. Но если чуть-чуть мне сделают не так, я сразу перестал играть в доброго человека и стал злым человеком. Как можно стать добрым человеком? Вот доброта, вот когда женщина становится доброй. Да, когда она заботится о других людях, она заботится, действия, совершает действия, она заботится, заботится. И в тот момент, когда она сможет понимать людей, вот, что они нуждаются в этой заботе. Когда она понимать начинает людей, что им трудно. Не себя понимать. Потому что все люди себя очень хорошо понимают, что им трудно. А других очень плохо. Все люди. Но когда она начинает понимать, что вот ему надо помочь этому человеку, это называется доброта. Или, допустим, у женщины есть жизнерадостность. Радость, говорят, это мужское качество. Нет, это женское также качество. Но как она проявляется, женская жизнерадостность? Она проявляется в благословении. В радости тому, что она видит. То есть мужчина радуется, потому что ему нравится, все классно. А женщина радуется, любя. Вот когда женщина любит что-то, она радуется в это время. Она в любви радуется женщине. Вот, допустим, как женщине радоваться природе. Классно? То есть женщина смотрит в окно, и она не думает, ой, дорога, плохо. Она, то манки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и не кончаются. То есть, понимаете, она радуется природе и так живет. Радуется солнце. А в небе солнце озорное и лучистое. И так далее. То есть она радуется жизни. Мужчина может радоваться жизни? Нет. Нет, нет. Мужчина радуется только победе. Нет, 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 только победе. Только победе, да. Нет, только победе. А, то есть вы обрадовались женской природе, да, что она на работе отдыхается? Не обрадовались? Плохо? Не надо, не надо. Сейчас у нас закончится лекция, мужчины. Давайте вы послушайте. Если вам хочется со мной поспорить, я понимаю, вы первый раз. Это нормально. Но люди хотят меня слушать. Да, все нормально. Я же вас не обвиняю. Понимаю, что вы мужчина. Я бы сам тоже спорил. Я, кстати, когда в своих наставниках начинал спорить, у меня столько было желаний им сказать что-то, вопросы задавать, спорить. Очень много желаний было. Это чисто мужская природа. Это нормально. Мужчина, конечно же, радуется природе. Так же, как женщина. Все радуются природе. Но мужчина, радуясь природе, расслабляется. Это для него отдых. А для женщины это не отдых. Это жизнь. То маки, то тюльпаны нам встречаются. Они качаются и не качаются. То есть она этим живет. Мужчина, ну, маки, тюльпаны классно качаются. То есть его это расслабляет. А женщина, наоборот, это активизирует. Она смотрит, ей нравится все, нравится. Она говорит, посмотри, какой лес. Тебе нравится? Да. Смотри, пойдем, пойдем, пойдем в лес. То есть она, ей нравится, она говорит, какие цветочки. Ее это вдохновляет, она живет этим. А мужчина смотрит, красивый, да. Ну, то есть, ну, он как бы не живет этим, просто его расслабило. И все, он говорит, да, мне здесь нравится в лесу, хорошо. Он раз, лег и лежит. Его расслабило. А она такой, какие цветочки, бегает, смотрит цветочки такие. Надо им помочь расти. Раз, начала помогать им. То есть, заботится о них все. Мужчина, да, хорошие цветочки. Здесь отдохнуть можно, да. Вот, понимаете. То есть мужчина наслаждается красотой. А женщина ее создает. Разные отношения. Но женщина, если не видит ни маков, ни кильпанов, а сидит в электричке и видит только свои проблемы, значит, она не будет доброй. Доброта означает, что надо наполняться чем-то. Сначала человек наполняется добротой, а потом отдает. Это женская энергия доброта. Мужчин тоже может быть добрым, это факт. Но это не его природа быть добрым. Природа мужчины быть победоносным, сильным, рассудительным. Доброта из чего исходит? Она исходит из сильного понимания человека. Мужчина сильно понимает человека. Он может разбираться в людях. Но сострадание, это означает страдать вместе с кем-то. Это может только женщина естественным образом. Женщина видит, ой, как ему больно. Мужчина, да, да, больно, сейчас будем. То есть мужчина не то, что он против, что больно. Он говорит, да, больно, сейчас будем помогать. Она говорит, ой, сильно больно. Что, не понимаешь, сильно больно ему. Ой, мне аж плохо стало. Вот это называется сострадание. Это женская природа, сострадание. Мужская природа желание помочь. То есть он изменяет все. Он говорит, все, молчи, тихо. Дай мне помочь. Не мешай. То есть ему мешает сострадание. Ему надо сосредоточиться и помогать. А женщина сострадает. Доброта означает сострадание. Это женское качество. Допустим, если женщина спрашивает мужчину, ты чувствуешь, как мне больно? Он не чувствует. Но он готов помочь. Он понимает. Он не чувствует, а понимает, как тебе больно. Он понимает мужчину. То есть есть мужская доброта? Есть. Но в полной степени ее добротой не назовешь. Скорее это называется желанием помочь. Понимаете? У мужчин есть желание помочь. Но доброта – это женское качество. Поэтому если выбирать, допустим, кто будет заботиться о раненых? Мужчина или женщина? Женщина. А кто будет их оперировать? Мужчина. Ну, то есть мужчина хочет помочь. Он хочет, чтобы раненый выздоровел. А кто хочет сделать так, чтобы он был счастлив? Женщина. То есть она заботится, ухаживает, делает так, чтобы человек был счастлив. Женская природа. Она божественная. И мужская природа тоже божественная. Желание помочь и исправить ситуацию – это божественная вещь. А желание заботиться, сделать так, чтобы человеку было хорошо, чтобы он не больно, чтобы было ему. Вот мужчина, ему не важно, больно нет. Главное, чтобы вылечился. А женщине важно, чтобы не было больно человеку. И поэтому женщина заботится о маленьких детях, потому что маленькие дети очень чувствительны. Мужчина, она не доверяет мужчине. Она как бы говорит, вот подержи. То есть она доверяет в какой-то степени, но контролирует ситуацию полностью сама, потому что мужчина часто не разбирается. Он не видит, что ребенок заболел, кушать хочет. Она сразу реагирует, она сразу это чувствует, потому что женщина очень чувствительна к людям. Она их понимает. Теперь вы скажете, я хочу быть доброй. Так вы и так добрые все. Просто надо правильно включиться. Одно дело ехать в электричке и просто думать о своем, а другое дело увидеть маки, и тюльпаны, и солнце. И оно озорное и лучистое. И так и хочется рукой дотронуться. Оно ведь рядом, но достать его нельзя. То есть она хочет с ним уже отношения строить, солнце. Так женская психика устроена. Она очень видит, очень красочно видит этот мир. И просто надо свою женскую природу поддерживать. В женщине уже все есть, и не надо развивать это все. Поддержать означает делать, служить. Но чтобы служить, нужна мотивация внутренняя. Поэтому женщины должны очень сильно поддерживать отношения с женщинами. Допустим, если женщина меня спрашивает, как развивать доброту. Надо не развивать доброту, а больше дружить с женщинами. И тогда ты будешь доброй. Потому что у тебя на это будут силы. Потому что другие женщины тебя будут поддерживать. Пойдем, сходим в детский дом, поможем. Разве женщина сама не хочет помочь, но она одна не пойдет. Потому что она стесняется, ей тяжело одной пойти. У нее нет сил на это. Но если они в десятером идут, без проблем. Вот куда хочешь, в любой детский дом, десять женщин сразу без проблем. Одна тяжело. Почему? Потому что у женщины волевой фактор не такой сильный. Она у нее коллективный разум. Ей совместно надо с кем-то действовать. Допустим, решили подружке помочь. Вот подружка, допустим, заболела. Женщина что делает сначала? Звонит другим женщинам, чтобы все вместе помогали. А мужчина что делает? Сразу помогает сам. Он идет и помогает, если кому-то плохо. Никому не звонит. А женщина, она создает сразу атмосферу. То есть она звонит тому-сему. Сразу жук-жук-жук-жук. Все знают, все помогают. То есть она коллективный разум у нее. Коллективно действует. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова